Я, в принципе, хочу достаточно мощно продолжить линию, которую у нас начали дворянинов решить, рассказ про ряды, рассказ о том, как сумма величин обратных к натуральным числам расходится, сумма величин обратных к квадратам сходится и так далее. И поговорить в том числе о простых числах. При этом я хочу все-таки добраться до достаточно серьезных результатов. И, соответственно, мне очень хочется идти медленно, чтобы все понимали. В какой-то момент мне обязательно потребуется натуральный кайф. Дело в том, что до какого-то момента я вполне могу обходиться. Без это, ну, заменять это что-то другим способом, но в какой-то момент он мне все равно потребуется. Поэтому обязательно нужно будет узнать, что это такое, поскольку просто во многих формах. Ну, например, если вы рассматриваете π от n, это количество простых чисел, не превосходящих данного числа n. Ну, вот, скажем, берем, что n равно 10. Какие простые числа? 2, 3, 5, 7. Значит, π от 10 это 4. Да? Количество... Так вот, вопрос. При больших n чему примерно равна величина π от n? Оказывается, что формула такая. Если π от n разделишь на n и умножишь натуральный логарифм n, то это будет стремиться к единице. Так называемый закон распределения простых чисел. Ну, к сожалению, до него мы не дойдем, но мне хочется дойти до чуть более круглого, Но, тем не менее, это тоже замечательные результаты Чебышова, который был доказан в середине 19 века. Результат такой. Он не сумел тогда доказать, что это стремиться к единице. Но он доказал, что существуют такие два числа, два положительных числа, что при любом катуральном n вот эта величина заключена между этими числами. Согласитесь, что это тоже кое-что, да? Ну, более того, эти числа можно вполне в явном виде выписать. Ну, скажем так, меньше 1,1, что-то в этом роде, да? Что-то в этом роде, да? Это можно доказать. Это можно доказать так, что любой из вас поймет. Для того, чтобы это сделать, в первую очередь нужно знать, что это такое. Потому что, ну, просто, ну, как же можно что-то доказать, если вообще даже обозначения не понимаешь, которые входят в форму. Так вот, давайте мы сегодня, собственно говоря, с этого и начнем. То есть, абсолютно спокойно. Я сейчас введу определение, что такое натуральный логарифм. Ну, это, конечно, не числа, не натурального числа, а любого числа. И мы с вами докажем некоторое несложное свойство этого самого логарифма. Даже если вас простые числа не очень интересуют, это само при себе в любом случае будет интересно. И, я думаю, соответственно, вам понравится.